Студента одного из колледжей в Петропавловске целый месяц держала в страхе банда вымогателей. Четверо неработающих горожан в возрасте от 20 до 23 лет, трое из которых были ранее судимы, обманным путем заманили 18-летнего учащегося к себе в квартиру. Там они удерживали его и оказывали психологическое и физическое давление. Используя электрошокер, преступники заставляли оформлять на себя кредиты через мобильные приложения. Полученные денежные средства вымогатели спускали на алкоголь и наркотики, но этого им оказалось мало. Далее они заставили потерпевшего сдать сотовый телефон в ломбард. Находясь под постоянным физическим и психологическим давлением, студент продолжал оформлять на себя кредиты в мобильных приложениях. Кредиты брались в микрокредитных организациях. Убежденные, что студент напуган, психологически сломлен и полностью находится в их подчинении, вымогатели пришли к студенту на съемную квартиру. Взломали замок, перерыв весь дом, похитили денежные вещи и денежные средства в сумме 70 тысяч тенгет, которые тот отложил за аренду жилья. О произошедшем полицейским стало известно в ходе одного из профилактических мероприятий в том самом колледже, где учился потерпевший. 18-летний студент сам обратился к оперативникам. Всех четверых преступников задержали и вменяли сразу несколько статей. Незаконное лишение свободы, вымогательство, кражу и умышленное причинение вреда здоровью. Приговором Петропавловского городского суда преступников осудили и приговорили к различным срокам от 4 до 8 лет лишения свободы.